Челябинский спецназ обнаружил ляпы в кино. Военных пригласили на презентацию фильма об участниках Великой Отечественной. Критики тут же нашли нестыковки, но в целом проект одобрили. Подробности у Игоря Галактионова. Парень из Челябинска, Филипп Безруков и еще пять советских диверсантов предпочли второе. Они погибли все разом. Уничтожив вместе с собой 126 гиферовцев. Главный герой этого фильма – солдат Великой Отечественной Филипп Безруков. Служил минером в отряде специального назначения. Погиб в Смоленской области. Восьмиминутный фильм о земляке-герое показывают Челябинскому спецназу. Бойцы внимательно всматриваются в изображение на экране. Они сегодня главные киноэксперты. Нам нужно ваше экспертное мнение, потому что именно вы, спецназовцы-диверсанты, можете рассказать нам, правильно ли мы сняли, как поставлено растяжение. Правильно ли дается задание, правильные ли костюмы, правильно ли передано вообще настроение. Большинство бойцов не раз бывали в горячих точках. Тут же делают замечания. У диверсионной группы в фильме всего один рюкзак. Взрывчатки для подрыва железнодорожного полотна не хватит. Растяжку ставят не так. Граната взорвется сразу же, когда боец находится рядом. Правильнее привязать ее к дереву, советуют эксперты. Проволочку привязать за чеку и натянуть на другое дерево. И, соответственно, она срывается, вот эта именно проволока. И тогда она детонирует. В целом спецназовцы фильмами довольны. Все пять картин, которые снял интернет-канал «Урал-1», посвящены челябинским героям войны. Снайперам, летчикам, танкистам. Съемки идут не в павильонах, а с настоящим военным реквизитом. Без эксцессов не обходится. Так у самолета накануне съемок из-за снегопада отвалились крылья. Крылья у самолетов отвалились, в общем говоря, в самолет никто не полезет. Вот, и тут я начала искать самолет. И нашла его через Ямал в Самаре. И туда вот мы слетали и нашли действующий самолет, который в ночное время, а ночные полеты запрещены, взлетал специально для нас. Круто? Со спецназом авторы договорились о постоянных консультациях. Снять планируют 55 фильмов. Посмотреть их можно на сайте урал1.ру.